Письмо Елены Исааковны Дейчман, младшего сержанта медслужбы, своей маме, 27 мая 1942 года. Мамочка, чтобы уйти на фронт, я безуспешно ни раз и ни два просила Троицкого военкома меня мобилизовать. Своё добровольчество я здесь не стала оформлять. К чему это мне? Мама, ты же хотела воспитать меня комсомолкой, хорошим работником, патриоткой, не так ли? Теперь, когда я уже на месте, хорошо ведь, что я добилась этого сама. И еду с охотой, и большим желанием работать, и это не только романтизм, мама. Знаешь, рано или поздно меня всё равно мобилизовали бы. Понимаешь ли, что здесь, сейчас мне было просто необходимо? Я за всю жизнь не простила бы себе неучастия в войне сейчас. Как пылало бы моё лицо от стыда. Именно от стыда, когда бы мы все стали пить в честь победы и во славу защитников Родины. Знаешь, если бы я не поехала, это отразилось бы на всей остальной моей жизни. Я бы почувствовала себя втайне неполноценной и морально бы опустилась. Трудности здесь переношу сравнительно легко, благодаря тому же добровольчеству. Скажу себе, Леночка, ты этого хотела и добивалась сама. Выши голову и сожми кулачки. Мамочка, ты не беспокойся обо мне, я вернусь невредимой. То, что я в нашем инфекционном госпитале, меня огорчает, поскольку это означает, что мы в полной безопасности. А я так хотела в часть и на передовую. Не беспокойся, мамочка, ни о чём. Я сейчас в лучших условиях, нежели вы. И обмундирование, и питание прекрасные. Я ещё поправилась, и юбка у меня стала окончательно тесна. Нам дали прекрасную шерстяную материю, диагональ. И я сшила себе юбку. Сама. Впрочем, в дороге я нашу брюки. Гимнастёрки, петлицы у нас, как у простых бойцов, они новые. Но едем ведь не гулять и не в фотоателье сниматься. А вот что мне очень идёт, так это пилотка. Как-то теперь вся жизнь стала совсем другой. Не похожей на то, что было один-два года тому назад. Как тебе живётся, мамуля? Работа, конференции, какие сейчас у вас бактериологические больные? Мамочка, поцелуй Галуху от моего имени, напиши о ней. Какая она стала, не бросила ли английский язык, с кем она дружит? Ты мне писала, что она шьёт кесеты для бойцов на фронт. Они так этому радуются, особенно если в них вложены маленькие записки. Мамочка, почему Галуха мне так редко пишет? Меня это так беспокоит. Неужели я чем-то её обидела? Ведь я так рада была её последнему письму. Целую тебя. Ляля.